доброго времени суток народ солнечной айовы на суббота 23 число я с утра приехала разгрузила здесь думала быстренько раз-два раз-два и поеду домой а не то то было взяла трейлер а он у меня не за короче воздух сзади там подушки стоят такие и они не накачивают не накачивались воздухом трейлер старый и короче я уже заметила у них много проблем с этими старыми трейлерами хотя они уже понемножку убирают но еще не все еще есть у нас эти старые трейлера и они иногда мне попадаются я всегда с ними имею проблемы раньше я на многие проблемы закрывала глаза и думала и компанию не беспокоить экономить и деньги но так как один раз мне получилось с полицаем и эти же этот же человек сказал что это моя вина и я сказала знаешь что компания компании а я буду делать как надо как книжка пишет как всегда я этого и придерживалась вообще-то несмотря ни на что надо себя всегда закрывать делая правильно все и тогда ты свободен и едешь не боишься не этих scale house на дороге что тебя полицейский остановит пусть смотрит тебя все нормально поэтому я подцепилась написал а диспетчеру на выходных там дети спичерам и лишь от наш открытые лечу они написали до открытых вот я и призвая не начали там короче просидела три часа один мужик вышла я стою там линия такая где ты подходишь инспекция лайн называется где ты проходишь ну обзор машины там всего они смотрят тебя чтоб все было нормально а суббота американцы они не любят работать субботу их выгоняют но это не значит они с удовольствием это делают хотя смешно да для нашего человека выйти в субботу на работу например да вот украине да где платят полтора раза больше а механики они очень много зарабатывают и так зарабатывает их зарплата хорошая минимально 20 баксов час 25 минимально но если вы хочешь субботу полтора раза ну почему не поработать а нет они психуют они злятся что это жди выгнали на работу и мужик такой вышла я стою в линии уже наверное полчаса и там один еще порядок мой мужик стоит в этом inspection line получается я думаю что за дела я вышла говорю а что случилось почему так долго он говорит мне все равно что вы здесь стоите в inspection line а меня надо меня работа которую надо делать сейчас и типа меня это не касается вы будете здесь долго стоять я говорю слушай это 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 it's not cool я говорю это нехорошо что ты так не говоришь мне это не надо слышать я говорю мне надо их это мой я не буду здесь стоять целый день и он такой психует ушел психует там ничего без ним не надо разговаривать а я себе пошла в дамки диспетчер сидит слушай чё за дела говорю чё он так разговаривает во первых поход на типа я им что-то должна во-вторых говорю мне надо домой ехать я не буду здесь и целый день диспетчер да да все нормально сейчас пойду все узнаю чё там почему еще не успела выйти из диспетчерская диспетчер вернулся говорит они будут делать уже мужик лежал под трейлером то что нам я говорю что это ему все равно оказалось не все равно босс ему сказал и он пошел начал делать конечно заняло его два с половиной часа делать но ничего сделал сделал все все работает теперь я еду домой ну и думаю включу чё-то вам чё-то такое солнечное сегодня красивое вот посмотрим по дорожке уже немножко украшают на Рождество вот сюда на столбах вешают это нормально для нашей страны это нормально здесь они в ноябре уже начинают готовиться к Рождеству это такое праздничная музыка везде классно я буду опять ехать через Аману этот немецкий городишко да немножко так его зацеплю немножечко поэтому можно было бы стать и не спешу сегодня походить там по другу улице но честно хочется домой уже может какой-то другой раз не знаю посмотрим посмотрим как все будет по возможности все будет делать по возможности и желанию да что-то друзья не особо мне желание сейчас снимать не знаю что-то занято как-то да и желания нету честно сказать не знаю что такое что-то там пособиралось зайти две недели думаю выставлю пару видосиков выставлю но сегодня конечно солнышко такое светит красивое да но сегодня конечно солнышко такое светит красивое да как бы не было солнышко всегда хорошо вот ветом хотя бы зимой оно конечно не очень греет но ничего ничего вау мы сейчас едем по такой фермерской дорожке практически еще многие фермера не собрали еще стоит многие фермера еще имеют много работы на полях вчера была в Непраске и проезжала ОМА сколько полицейских там пасут трак драйверс они везде вот просто один за одним один за одним я вот проезжал уже такой еще такое не остановлю это ничего ну слава Богу миловал меня просто они такие собаки они останавливают все равно что-то найдут всегда ты от них просто так не уйдешь он тебе не пожелает хорошего дня и отпустит тебя потому что у тебя нечего нечего он скажет хорошо все хорошо не он всегда что-то найдет я же говорю вот это понимаешь когда работаешь в компании это не твоя ну не твой трейлер не твой тракт а ты смотришь там какие-то вещи ты говоришь за себя может мужик я не по-другому но я женщина я смотрю там вещи которые ну я знаю зачем смотреть но всякие детали я же не знаю ну всякие детали по этих траках и трейлерах поэтому естественно для меня это вообще он может найти что-то ухода потому что я может кто и не смотрю ну я не любит же когда они останавливают это мне не нравится вот но слава богу миновал у меня вчера все нормально все было эй окей ну это уже Амана начинается окрестности Амана если кто-то не смотрел я когда-то выставляла по моему ролик с Аманы маленький это колония немецкая здесь и они вот именно в самой Амане они уже сделали как исторический историческая деревушка там много шапов всяких где можно пойти что купить интересное покушать там их немецкие там какие-то ресторанчики даже есть вайнеры вино вкусное они делают ты можешь пробовать винцом там зайдешь напробуешься да что уже можно выйти пьяным оттуда они так дают не маленькие дозы такие вот стаканчики что ну конечно если попробуешь пять винт этих стаканчиков выйдет большой большой стакан да поэтому но очень вкусные фруктовые вина они делают супер и они там если покупаешь набор 3 они очень дешево получается вы не подумайте что я пьяница я так рекламирую вино типа я его вообще пью там каждый день да не 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 я просто я говорю что у них есть по жизни не дружу я с алкоголем не уважаю людей которые дружат с алкоголем я не говорю что я против вина абсолютно нет я могу выпить вина немножко там где-то с какой-то компанией например там знакомых или родных да но не того чтобы сесть и нажраться там это вообще ну как библия говорит не упивайтесь вино то есть не напиваться до без памяти да человек должен как-то контролировать и не быть зависимым от этого вот и моя позиция в жизни алкоголь я считаю это не друг человека абсолютно и в это заходить никогда не надо очень интересный таун Аммана так что если кто как когда-то будет проезжать Айову обязательно съедьте интересное место классно можно провести время и увидеть много чего интересного интересно что они делают с кукурузой они вот такие бейл сделают да как будто на сено скручивает или они ее потом животным дают не знаю заброшен фермерский дом никто не живет только фермерскую землю кто-то пользуется интересно что они делают да с кукурузой наверное куда-то пускают в порт какой-то в сено в сено и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сказал, что у них траки достаточно новые Все входит, траки, даже телевидение Ну, не знаю, заинтересовал у меня И, конечно, рейсы подальше, чем здесь дают мне Даже на Тексас, даже на Луизиена Он говорил туда, на Атланта Хотя не любитель Атланты, конечно, это не мое Но, anyway Как-то интересно мне стало Что там может... Я сказал ему, что я подумаю Ну, не знаю Не знаю, конечно, условия в этой работе всегда хорошо Но эта компания дает тебе драк, да Но ничего, надо все свое иметь Там холодильник, телека Здесь нету Вечером практически Что-то посмотреть Вот нечего, да Потому что Нужно в YouTube заходить через телефон Или iPad свой брать Короче, неудобство немножко, да Кто-то скажет Да ладно, там В Украине этого вообще нету, да Ну, знаете, как сказать У нас это нормальная вещь Поэтому Там Украина Я же не буду себя сравнивать с Украиной Потому что я живу в Америке И здесь так Вот Поэтому Это плюс Когда компания имеет драк Который у тебя все есть Даже резервки Которые имеют Как нормально Что ты можешь даже пылесос включать Даже микроволновую печку иметь Да Полностью Все нормально работает Здесь Не надо покупать какой-то Converter Такой, что Ну Дает Отключаешь там под этот Потом он отдает энергию На уровне того Что ты можешь этим пользоваться Ну Понимаете Это Конечно условие для тебя Когда ты на дороге живешь Практически целую неделю Или две недели Бывает Это очень плюс Я знаю Некоторые люди Они даже готовят драки Ну Потому что Это дешевле получается Да Жить на дороге Не тратить деньги на Еду Сам приготовить Я Как женщина И с удовольствием Приготовить Себе покушать Чтобы у меня было Там на два дня еды Да Вот Ну В таком-то плане Да Вот Что-то Буду Не знаю Что-то он меня заинтересовал Этот человек И То, что у них Новые Она говорит У нас новые трейлера Новые Траки Два года И нету Старее, чем два года Вот Не знаю Я много говорю Вот Если Кто-то там будет Опять мне писать Что ты там То говоришь Или то Но это такое Какие-то Знаете Какие-то слова Которых избавиться Практически нельзя Да Можно же не говорить Но получается Что иногда Вот Всегда В конце Ты скажешь Вот Вот Там Да Что-то такое Не знаю Ну Ничего Это делает Каждого человека Индивидуально Да Как он разговаривает Как он мыслит Как он живет Живет Жизнь И даже Лексикон его Да Как он Ну Как он говорит Кто-то так Не говорит Как он Да Поэтому Мы все Индивидуальны В этом плане Ну Вот Что-то такое Я не знаю Друзья Еще думаю 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 У меня еще Есть какие-то Там Не знаю Планы Может даже Свой трак взять Не хочется И колиться Потому что Я обожаю Эту работу Я обожаю Обожаю Эту сферу Это Вот Омана Центр Омана Здесь И вот Эта улица Друзья Она идет Центр Омана Где Все Все Что происходит Это Очень Популярное По всей Америке Место Амана Я же говорю Очень жаль Что я не хочу Просто Нету Желания Пройтись Это Очень близко Вот Эта улица Идешь И все Что происходит Это На этой Улице Но Не хочу Нету У меня Желания Сегодня Останавливаться И уходить Куда-то Честно Сказать Вот Эта улица Пошла И там Все Интересно Конечно И даже Заправку Эту сделали По-мановски Так По-немецки Как мой папа Всех говорил Это Немцы Сделали Он же Немец Он всегда Хвалил Немцев Что у них Все Как надо Это так Вот Живут Немцы Новые Да У нас Говорят Новые Русские Да А здесь Новые Немцы Поколение Немцев И Уже Остатки Это GPS Бемкает Потому что Повороты Везде На Бемкает Не предупреждает И В данном Случае На Пемкает О том Что Здесь Переезд Тоже Некоторые Траки Должны Останавливаться Если Ты Везешь Что-то Не Опасное Если Ты Автобус С детьми Или Автобус С людьми Должен Останавливаться Ладно Друзья Не Буду Я Томить Вас Своими Философиями Да Философством Или Как там Правильно Сказать Вы Меня Поняли Спасибо Что Проехали Со мной И Всем Прекрасных Выходных Берегите Себя На Дорогах Жизни Я К Вам Вернусь